Привет, дорогие друзья! Спасибо, что вы на моем видео, мне это очень приятно. Я надеюсь, что вы получаете информацию из моих еженедельных видео на русском языке. Сегодня я бы хотела вам вкратце рассказать про нынешнюю ситуацию на нашем рынке, что сейчас происходит и объяснить вообще, что же значит рынок продавцов, рынок покупателей для людей, которые может быть и даже просто в аренду снимают, или думают покупать в будущем, или думают продавать в будущем. Начнем с того, что сейчас на нашем рынке вокруг Вашингтона, в частности в Северной Вирджинии, я уверена, что в Мэриланде тоже самое происходит. Чем ближе вы находитесь к Вашингтону, тем ненормальнее рынок. Что это значит? Домов мало. Домов на продажу очень мало, а покупателей, которые хотят эти дома купить, очень много. Соответственно, спрос и предложение, правда? Цены немножко идут каждый раз вверх, но самое обидное или самое неприятное, это то, что покупатели вынуждены бодаться друг с другом за то, чтобы купить какой-то хороший дом. Если дом вышел в хорошем состоянии, его правильно поставили цену, то, как правило, на первые и вторые сутки приходят несколько предложений выше, чем та цена, которую запрашивает продавец. И для покупателей, которые покупают впервые в своей жизни, для которых это и так стресс, это очень такой нехороший стрессовый опыт, когда подаешь одно предложение, второе, третье и не получаешь, а влюбляешься каждый раз в этот дом и хочешь его купить. Вот этот рынок называется seller's market, это рынок благоприятный для продавцов. И это происходит, потому что домов на продажу на самом деле мало, а покупателей много. На данный момент именно вот такой рынок у нас сейчас и происходит. Дело в том, что люди, которые владеют своими домами, они не хотят лишний раз сейчас выставлять их на продажу, если только нет такой необходимости, там, если по работе их не переводят или что-то такое, вот именно необходимость. Потому что либо боятся, что экономика куда-то не туда сейчас пойдет, либо боятся, чего-то боятся. Во-первых. Во-вторых, надеются, что цены выйдут еще выше и будут попозже, если они продадут, они возьмут больше денег. Ну и не знаю вообще, что на самом деле диктует такое решение, потому что что-то прям вот слишком уже долго идет период, когда дома не выходят на рынок, а покупатели хотят покупать, потому что процентная ставка низкая и люди хотят воспользоваться этой ставкой, а не могут и вынуждены опять снимать в аренду. Что, о чем это говорит? Земля же не резиновая, правильно? Дома строятся, но они строятся недостаточно быстро, поэтому то существующее жилье, которое есть, в аренду либо оно сдается, либо продается, оно ограничено. И люди, которые должны где-то жить, либо они его покупают, либо они его в аренду снимают, они же должны где-то жить, правильно? Поэтому спрос растет, 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 и включая в арендном рынке, то есть апартмент-комплексы, если вы не заметили, большие комплексы, вот эти квартирные, они каждый год увеличивают цены довольно серьезно. Я слышала, где и на 100, на 200, на 300 долларов в месяц увеличивают. Это серьезный такие, серьезный рост. И поэтому, если вы снимаете в аренду, не думайте, что вас это не касается, вас это тоже касается. Что вообще значит рынок, ну как вообще рассчитывается, как люди приходят к выводу, что это рынок благоприятный для продавцов или рынок благоприятный для покупателей? Смотрите, рассчитывается коэффициент, допустим, берется количество, вот в определенной местности за определенное время берется количество домов, которое было продано, и сравнивается с количеством домов, которые за это время стояли на рынке. И вот этот коэффициент продаж рассчитывается, Потом этот коэффициент продаж умножается на то количество домов, которые, скажем, на сегодняшний день выставлены на рынок на продажу. Если результат получается меньше, чем 6 месяцев, то есть вы берете сегодняшнюю картинку и вы смотрите, если у меня сегодня 100 домов, и за сколько я эти 100 домов продам при том коэффициенте продаж, который на сегодняшний день существует. Так вот, если эта продолжительность у вас меньше, чем 6 месяцев, то это рынок благоприятный для продавцов. На данный момент, чтобы вы понимали, сейчас этот коэффициент, а время, чтобы продать все дома, которые стоят на рынке, меньше, чем 1 месяц. При том, что 6 – это баланс. Вот вы представляете, насколько сейчас сильный рынок для продавцов, просто очень благоприятный. Если же эта продолжительность времени, чтобы продать эти 100 домов при этом коэффициенте продаж, идет больше, чем 6 месяцев, в 2008 году это было чуть ли не 12, то есть вы помните, да, в 2008, 2009, когда дома стояли на рынке, невозможно было проехать, не увидев несколько знаков на продажу. Очень много было forclosures, да, очень много было домов, которые продавались за цену ниже, чем, допустим, владелец должен был банку, что называлось, short sale, можно было так получить хороший, хороший deal, да, то тогда был как раз рынок покупателей, тогда был рынок благоприятный для покупателей. Можно было выламывать руки, можно было вести переговоры, можно было занижать цены, можно было требовать, чтобы отремонтировали все с потолка до крыши. То есть покупатели тогда были вот в силе, да. Сейчас, к сожалению, продавцы в силе, и сейчас покупатели вынуждены соглашаться на какие-то вещи, например, не делать, ну, делать хомоинспекцию, но при этом не просить ремонт, ничего, да, давать больше, чем продавец просит, то есть делать определенные вещи, чтобы их предложение было самым сильным. И, кстати, у меня есть видео, которое рассказывает о том, что вы можете сделать, чтобы ваше предложение выиграло. Я поставлю туда ссылку. Так вот, просто всегда, какой бы рынок ни был, вам нужно покупать тогда, когда вам нужно покупать, да, или вам нужно продавать тогда, когда вам нужно продавать. Просто вы вынуждены работать с тем рынком, который существует на тот момент. И поэтому я просто еще раз очень коротко вам скажу, что насколько важно выбрать человека, с которым вы работаете, профессионала, агента, которому вы доверяете продажу своего дома, или вы доверяете покупку своего дома, это очень важно, потому что хороший агент, на самом деле, будет иметь количество своих инструментов в своем арсенале, которые позволят ему работать в любом рынке. Вот возьмем, к примеру, меня, вот я 16 лет работаю, то есть я захватила и такой рынок, и такой рынок, все рынки я захватила, то есть я как бы работаю довольно-таки успешно, я должна вам сказать. И почему? Потому что когда, допустим, вот просто как пример, когда был рынок покупателей, когда у нас были дома, которые стояли на рынке дольше, чем сейчас, мы должны были делать рекламу, мы должны были продвигать эти дома, мы должны были делать какие-то дополнительные вещи, чтобы продать этот дом. Что я делала на тот момент, что мне позволяло продать дом быстрее, чем другим агентам, я просто ставила рекламу этих домов, правильную рекламу этих домов, я ставила так, чтобы военные, которые по всей стране, которые переезжают в нашу местность, в Форт Белвор, в Пентагон, в Куантико, чтобы они видели эти дома в первую очередь, чтобы они увидели, то есть я ставила так рекламу, чтобы эти люди, будучи у себя на базах, как только они получали приказ о том, что они переезжают в эту местность, наш дом увидели. Потом я делала такие вещи, как виртуальная реальность, я использую виртуальную реальность в своем бизнесе, то есть я записываю каждый дом в виртуальной реальности, делаю такой тур и опять-таки показываю людям, которые даже не в состоянии посмотреть физически этот дом. Бывает, у меня очень много было случаев, когда были просто врач, он не может, у него нет времени приехать и посмотреть, хирургия особенно. Просто очень занятые люди, которым некогда вот так ездить и смотреть дома прям абы как. Я посылаю эти туры им, и они тогда уже могут принять более такое решение осознанное, дальше двигаться по этому дому или нет. Такие вещи, как продвижение вашего дома, скажем, по дополнительным каким-то каналам, не просто выставить на МЛС и думать, все, я сделал свою работу, а именно вот какие-то творческие подходки. Я, например, использую, когда есть такая возможность, конечно, здесь не везде можно летать дрон, но я использую дрон, чтобы как-то рекламировать такие дома, где это можно делать. Сверху фотографии и видео именно вот таких красивых больших домов с дроном. Но опять-таки скажу, что не везде это можно делать. У нас тут no-fly zone, поэтому тоже это не всегда работает. Вот, ну как-то так. Поэтому имейте в виду, что, пожалуйста, когда вы работаете, вам надо продать или купить дом, обязательно работайте с хорошим агентом. Просто обязательно серьезно к этому относитесь. Вот, ну на этом все. Если есть вопросы или вы хотите конкретно узнать формулу, как рассчитывается вот этот коэффициент продаж, обращайтесь, вы мне дадите конкретную там местность, я вам прям по вашим статистикам могу пройтись и сказать вот именно в вашем нейбоход, что происходит. И расскажу вообще, как это рассчитывается именно по цифрам, потому что сейчас это слишком, ну это целый класс надо рассказывать, как это все просчитывается. Вот, или если есть какие-то вопросы еще другие, пожалуйста, звоните, я с удовольствием с вами пообщаюсь, как всегда. И если есть вопросы, которые вы хотели бы услышать, ответ вот в виде вот этих видео, дайте, пожалуйста, знать, потому что каждую неделю я пытаюсь придумать тему, на которую можно поговорить каждую пятницу, и с удовольствием бы воспользовалась вашими рекомендациями, вашими вопросами. Вот, и как бы всегда открыта для критики, если она не слишком жесткая, ну и рекомендаций, конечно же, и вопросов. Ну все, на этом все, до следующей пятницы, надеюсь, что выходные у вас получатся замечательные. Приходите к нам в Акакуан, у нас там будут, называется Chocolate Tour, но там, правда, бизнесы просто будут раздавать шоколад. Ну, в Акакуане очень интересно и приятно просто прогуляться, приходите, я тоже буду у себя в офисе, заходите, поболтаем, если есть время и желание. В субботу, завтра, по-моему, с 11 до 3 или до 2, или до 4, ну, приходите. Все, давайте, все, пока.